Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. У меня очень хорошее настроение с утра. Я выспалась, несмотря на пасмурную погоду. Льет как из ведра уже который день. Все равно у меня хорошее настроение. Вроде поводов нету, но всегда весной у меня поднимается настроение. Мне хочется творить, мне хочется что-то делать. И сейчас как раз такой период. Сегодня мы с вами кушаем пасту карбонара с креветками. Я добавила как можно больше креветок. Я креветки очень люблю. Это прям мое самое любимое. И вот такая паста получилась. Совсем забыла. Хочу вас всех поздравить с Новрусбайрамом. Желаю вам осуществления всех ваших миш и всего-всего вам побольше. Всего наилучшего, как говорится. Изначально была такая мысль сделать мукбанг со сладостями. Семеним. Во-первых, было бы разнообразием. Во-вторых, было бы интересно в тему. Но, если честно, я эти сладости совершенно не люблю. Эти шакербура, пахлава. Кто любит, пишите в комментариях. Я вообще не фанатик этого всего. Даже мама приготовила. Я даже не ем. А просто снять мукбанг ради мукбанга. Не хочется. Лучше что-то вкусненькое посижу, покушаю. И мне приятно, и вам приятно смотреть. Потому что, когда человек ест с неаппетитом или заставляет себя, это жалкое зрелище. Неинтересно на это смотреть лично мне. Везде, вовсю ходят слухи, что YouTube закроется и все дела. И даже моя племяшка, моя красотка Фарида начала плакать из-за этого. Но, понятное дело, каждый воспринимает эту новость по-своему. Кто-то говорит, ой, да ладно, и не нужен нам этот YouTube. Кто-то искренне переживает. Вот. Кто-то злорадствует, что вот, наконец-то, ютуберы пойдут работать на обычные работы. Что касается моего мнения по отношению ко всему этому. Я по-любому здесь останусь. Потому что в моей стране YouTube не блокируют. Слава богу. А зрителям из России нужно им найти какой-то другой выход. Что, например, некоторые предлагают перейти на контакт или одноклассники. Для меня, честно, контакт это просто прошлый век. Я сидела там, когда мне было 13-12 лет. В одноклассниках сидел всегда мой отец. Это как-то всегда был такой сайт для пожилых. Что делать? Какой выход вижу я? Мне кажется, что, скорее всего, YouTube прикроют. Так же, как сделали с Instagram. Но процентов 70 установили VPN и заходят дальше. Поэтому я думаю, что с YouTube будет что-то наподобие этого. А если не будет такой возможности, если и VPN будут блокировать, то, наверное, мне ближе всего Telegram. Может быть, некоторые интересные видео буду скидывать вам в Telegram. Я не знаю, в Telegram можно закидывать видео длиною, например, 10-15 минут. Я и Facebook никогда не любила. И контакт уже как-то поднадоел. Поэтому посмотрим, чем все это закончится. Но я так смотрю, особо Google не идет на разговор, так скажем, с российскими властями, как я понимаю. Поэтому, скорее всего, я думаю, что прикроют. Вопрос времени. Когда? Понятное дело, я не могу ориентироваться только на русских. У меня огромная аудитория из Казахстана. Я очень люблю искренне казахов. И у нас эта любовь взаимная. У меня очень много добродушных зрителей из Казахстана. Поэтому, в любом случае, как бы то ни было, я буду снимать для них контент обязательно на YouTube. Просмотры, конечно, упадут, но ничего. Что поделать. Некоторые вещи российского производства у нас, кстати, подешевели. Например, гель для наращивания от Runeil. По-моему, это российское производство. Не правда ли? По всех магазинах он раньше стоил 6 монат, а сейчас везде он стоит 4,50. От чистой линии некоторой продукты. Я порой, знаете, что думаю? Вот насчет продуктов нет. Ну, какие-то такие вещи, как шампуни, например, да? Зубная паста, краска для волос, там, какие-то умывалки, метелярки. Купить это все и оставить. По-любому, со временем все дорожает. Возможно, у нас тоже это как-то сказанется. Но, по-любому, процентов на 5-10 все это может подорожать. Поэтому мы с мамой думаем, может быть, сделать такую контрольную закупку. Например, этот гель сейчас стоит дешево. Купить, например, 3-4 упаковочки этого геля. Он, по-любому, когда я делаю гелевое покрытие, нужен. Вчера мне в Инстаграм написала девушка, зовут ее Оксана, она живет в России. Оксана, тебе огромный привет. Она мне написала, огромное спасибо, говорит, Айка, я смотрю все твои видео. И давно, где-то полгода назад, ты в видео говорила, что переводите все деньги в доллары и храните деньги в долларах. Я лично так делаю. И она говорит, я тоже с тех пор так делаю. И сейчас я очень выиграла. Получается, у меня деньги наличные дома в долларах. Я искренне рада, что мой совет кому-то помог. Честно, мне безумно это льстит. Я когда снимаю мупанк или что-то советую, я вам говорю, например, как бы я сделала. Я, конечно, не экономист. Мои прогнозы могут не сбываться, естественно. Я просто вам рассказываю и говорю, как я сделала. Например, у меня была такая ситуация. Где-то полгода назад. Бывают такие моменты, когда человек, например, покупает квартиру в ипотеку через банк. А потом складываются какие-то обстоятельства. Человек не может платить за ипотеку. И в таком случае банк продает эту квартиру и возвращает свои денежные средства. Я, в общем, полгода назад, когда я искала машину, у меня бывшая одногруппница сейчас работает в банке. У нас с ней хорошее отношение. Она мне предложила, говорит, есть вот такая вот квартира, если у тебя есть деньги, можешь заплатить первоначальный взнос и в ипотеку взять эту квартиру. Я сначала подумала... Я вам, по-моему, даже не рассказывала про это. Я сначала подумала, у меня есть однокомнатная квартира, но просто цена была настолько вкусная, настолько приемлемая. Я думала, ипотеку тоже легко я потяну. Я даже пошла, посмотрела квартиру. Квартира была на 11 этаже. Неплохой проект. Такой косметический ремонт, который сделали они сами, видимо. Я даже думала, может быть, стоит взять потому что, опять же, повторюсь, цена была просто супер. Идеальная цена. Но в какой-то момент я просто поймала себя на мысли, что нет, я не хочу кредит. Я всегда боюсь этой ответственности. Боюсь, что будет завтра, мало ли что. Если честно, когда я зашла в квартиру, у меня не было такого ощущения, что мое родное, да и вообще мысли разные, я подумала, что нет. Не буду брать на себя такую ответственность. Сейчас я просто думаю, как хорошо, что я это не сделала, потому что, как вы видите, жизнь поворачивается таким боком, которым ты вообще не ожидал. И слава богу, что у меня нету никаких ипотек, кредитов. Все, что угодно. Увидела в новостях, там, например, инстаграм Ольги Бузовой просто взяли и удалили. Человек кажется со стороны, например, очень обеспеченным, там все хорошо у человека. А у всех у нас ипотеки, кредиты и все дела. Так что не надо злорадствовать ни в коем случае никому. Жизнь настолько непредсказуемая штука. не знаю, что будет завтра. Это очень вкусно. я сейчас просто думаю, как хорошо, что я не взяла эту квартиру, потому что сейчас я бы не смогла за нее платить. Однозначно. Давайте еще один бутербродик. Я прям наелась. С красной рыбкой, с сыром и сверху немножко шпината. Надо, конечно, надеяться на лучшее. Надо верить в это обязательно. Честно, я просто обожралась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, пишите свои вопросы в комментариях. Всех люблю.